Всем привет! С вами Евгений Погребирский. В этом видео я поделюсь своим восприятием о знаках зодиака. Мы все знаем, что есть такие знаки, как лев, скорпион, дева. И немного каждый знает о них то, чего узнал. И собственного всякого развития, читал, может еще где-то что-то слышал. Но я хочу поделиться своей позицией на этот счет. Сразу хочу заметить, что это мое личное мнение. Я никому его не навязываю, никого не хочу обидеть. И просто делюсь своей позицией на этот счет. Может быть, кому-то действительно это тоже будет интересно. И кто-то тоже подчеркнет те именно вещи, которые я сейчас подчеркну в этом видео. Итак, начнем. Мы все знаем, что есть такие знаки зодиака, как я уже сказал, как, допустим, лев, скорпион, дева и так далее. И мы, каждый из нас, тоже родились в период какого-то из таких знаков. Давайте быстренько пройдемся по этим знакам. И я поделюсь своим мнением, что я думаю о каждом знаке. Опять же, еще раз предупреждаю, не хочу никого обидеть. Это мое личное мнение. И основано на моей личной позиции. И ни в коем случае не для того, чтобы кого-то обидеть. А просто я делюсь своей позицией на основе собственного опыта. Итак, первый это козерок. Козерок – это знак, который где-то декабрь, январь. Люди, которые родились, можно уточнить в интернете конкретные даты. В основном это где-то 20-е числа месяца начинаются, и 20-е числа другого месяца заканчивается знак. Скорее всего, в декабре в конце января заканчивается. И так далее. Все знаки примерно так расположены. Значит, то, что касается козерогов, это люди-эгоисты. Козерог – это хороший знак. Он очень серьезный, ответственный. Он любит стабильность, но он эгоистичен. Люди-козероги всегда будут все делать эгоистично. Они будут подходить к любому вопросу с эгоизмом. И это надо понимать. Их надо воспринимать такими, как они есть, иначе их просто невозможно принять. Следующий после козерога идет водолей. Водолей – это те люди, которые очень любят свободу. Они свободолюбивы, они очень общительны. Водолеи не терпят никакого контроля над собой. Это люди, которые очень свободолюбивы, как я уже сказал. И они очень ценят свободу. Если вы человек, который любит командовать, который любит все контролировать, то самый последний знак, который вам подойдет – это действительно водолей. Люди знака водолея, которые делились в конце января и до конца февраля – это люди, которые очень любят свободу. Итак, как я сказал, водолеи – это те люди, которые именно любят свободу. Поэтому это именно те люди, которые вам не подойдут, если вы любите все контролировать. Следующий знак, который идет после водолея – будет рыба. Рыбы рождены в конце февраля и до конца марта. Рыбы – это люди очень чувствительные, это люди, которые умеют многое терпеть. Но это люди тоже, которые не будут проявлять особые эмоции. Это люди, которые действительно будут, так сказать, друзьями, но при этом они не умеют проявлять особые эмоции. И люди, которые очень близко все принимают к сердцу. Поэтому такой человек рядом, будет все воспринимать очень серьезно. И очень все для него будет непросто. Любая обида будет восприниматься тяжело. Но, с другой стороны, это люди, которые умеют действительно многое понимать. Но они замкнутые. И они не в состоянии действительно проявлять особые яркие чувства. Например, как вот, просто для примера, мы еще придем к этому знаку, ну, допустим, как лев. Лев умеет проявлять, но, опять же, мы к льву еще подойдем. Значит, после рыб идут, у нас идет после рыб овен. Овен – это где-то конец марта и до конца апреля, кто родился. Овны – это люди очень активные. Их можно назвать порой самодурами, потому что это люди, опять же, никого не хочу обидеть, просто чисто модель поведения такая. Это люди, которые, если что-то решили, идут до конца, правильно, неправильно, они об этом не думают, они не склонны особо рассуждать. Это люди, которые, люди действия. Пришел – сделал. Это самые хорошие исполнители. Это овны. Овен – это исполнитель. Если ему поручили какое-то дело, и он предан, он сделает все в самом лучшем виде. Но их проблема в том, что они очень бывают агрессивные и, как говорится, идут на таран. Поэтому в данной ситуации овен – он хорош, но только в случае, если этот овен, грубо говоря, знает свое место. Если нет, то вы нарветесь на очень большие, как говорится, неприятности и будете постоянно, как говорится, с ним, ну, можно даже сказать, воевать. Потому что люди овны, не особо склонны к рассуждениям и сразу, можно сказать, идут в бой. Опять же, никого не хочу обидеть, просто чисто такая модель поведения, и это чисто мой жизненный опыт, то, что я, как бы, делюсь. Никого, опять же, не хочу обидеть, не с этой, как бы, с побуждениями я это все говорю, а чисто делюсь опытом. После овна идет телец. Тельцы рождены в конце апреля до где-то конца мая. И, ну, опять же, конкретные числа – это где-то 20-е числа того и иного месяца. Можно это проверить в интернете, кого это интересует. Значит, телец, от телца нельзя ждать, опять же, того, что можно ждать от льва. Это люди, это фактически, вот, как телец, это как, ну, как вот, ну, грубо говоря, как коза. Маленькая козочка, которая пасется где-то там в стороне. Она не будет львом никогда. О чем это говорит? Если кто-то от телца ждет каких-то ярких эмоций, чувств, то телец на такое способен, ну, совершенно, как бы, в ограниченном варианте. Тельцы, они спокойные, они очень замкнутые люди, у них очень глубокий внутренний мир, и далеко не каждому суждено в этот мир, как говорится, войти. Потому что телец, это, именно, как вот есть поговорка, в черном омуте черти водятся. Потому что никогда не знаешь, что у этого телца на уме. Телец, он очень замкнутый, телец, он умеет любить, но умеет любить в глубине души. Телец, это не тот человек, который способен на очень такие яркие поступки, а если даже способен, то в очень ограниченном варианте. И поэтому, если вам важно, чтобы рядом с вами был человек, который такой, умеет делать много комплиментов, внимательный, инициативный, то это точно не телец. А если, допустим, он так себя ведет, это будет, опять же, или в ограниченном порядке, или будет другое объяснение, почему он так себя ведет. Потому что, кроме того, что он телец, у него есть имя, имя влияет на человека, у него есть дата рождения конкретная, есть другие факторы, которые на него влияют. Тут уже надо разбираться. Ну, мы говорим в общем, в основном. В основном будет так, что телец в ограниченном порядке может как-то проявлять инициативу, или быть каким-то очень заботливым, и так далее. Он все делает в глубине своей души. Если он вас любит, он вас не предаст, но он это делает, опять же, в глубине своей души. Он не особо любитель комплиментов, но это не значит, что он не любит. Просто у него своя, своеобразная любовь. После Овна идет у нас Рак. Рак, это те люди, которые, извиняюсь, не после Овна, после Тельца идет Рак. После, значит, Тельца идет Рак, это где-то конец мая и конец до конца июня. Рак, это человек, который, скажем так, у него есть белое и черное. Если он ваш друг, то все у вас хорошо. Он будет вас любить, ценить, уважать. Но если Рак не ваш друг, а вы его обидели по какой-то причине, или он оказался на стороне врага, он ваш враг, то этот Рак вам жизни спокойной не даст. Это люди, которые так же само, как умеют любить, так же само умеют очень хорошо и уничтожать все, что вокруг них. Они могут с вами вас лелеять, а потом с вами ругаться, обвинять и так далее. Они очень похожи на Скорпиона, но на Скорпионе мы поговорим немножко попозже. Но, в принципе, суть похожа со Скорпионом. Они, как бы, с одной стороны, очень заботливые и очень такие добрые, но, с другой стороны, если им, ну, им что-то как-то будет у них основание вас не любить, то такого человека надо очень хорошо опасаться, потому что это люди, которые, у них нету, как бы, вот этих компромиссов. Вот если ты мой враг, все, значит, я тебе там, как бы, сделаю. Ну, в общем-то так. Поэтому такие раки. С ними надо быть осторожным, но, тем не менее, как бы, это люди, которые умеют любить, но надо понимать, что от них можно ждать и большой угрозы. То, что касается следующего знака, после рака у нас приходит, значит, конец июля. На секунду, это, значит, у нас был конец, значит, телец, это до конца апреля. Не, минутку. У нас этот, Овен был, конец марта-апрель, потом у нас был, значит, телец, конец апреля, конец мая. Потом мы сказали, что конец мая до конца июня у нас был рак. И после рака у нас приходит в конце июня, до конца июля у нас приходит близнец. Близнец это человек, который, скажем так, от него можно дать все, что угодно. Это человек настроения, это люди, которые будут очень, они могут быть очень инициативны, очень такие деловые и все такое, но, тем не менее, они могут быть через там короткий период времени совершенно другие. У них теряется интерес очень быстро, или наоборот, они могут получить какой-то интерес, приобрести его. Ну, это люди, ну, если так, никого не хочу обидеть, но это люди-хамелеоны. У него много цветов и никогда не знаешь, каким цветом он к тебе обернется. Поэтому, если вы любите человека, который близнец, то вы должны понимать, что этот человек, у него меняется очень часто настроение, и это нестабильные люди. Это люди настроения. Вот будет настроение, он вас будет на руках носить. Не будет настроения, он вас буквально может обозвать последними словами. Поэтому, как бы, близнец, это человек настроения. Какой близнец в нем проснется, такой, как бы, и будет разговор. Нестабильные люди. Если вам нужна стабильность, то близнец, это не тот человек, который вам нужен по возможности. После близнеца, с конца июля до, где-то, конца августа, конец, я имею в виду, 20 числа, у нас приходит лев. Вот львы, это самые яркие люди в карте. Это люди, которые действительно, ну, не останутся незамеченными. Это очень такие люди, ну, можно так сказать, что их, ну, всегда заметишь везде. И они умеют очень хорошо, как бы, от всего сердца любить. С другой стороны, они будут очень нетактичны. И они будут, так сказать, заявлять о своих правах в далеко не дипломатичной манере. Такой человек умеет любить, да, такой же, вот если взять, допустим, женщину-львицу, которая родилась, допустим, где-то с 20-х чисел примерно июля до 20-х чисел августа. Это женщина, которая будет очень яркая, она будет способна на очень, там, яркие эмоции, на то, чтобы, там, вас буквально, там, в комплиментах, там, топить. И, там, она будет очень заботливая, и она будет, там, проявлять инициативу. И, ну, очень будет такая яркая персона. Но, тем не менее, если что-то пойдет не так, она может сковородкой по морде стукнуть, по морде и так далее. Она, как бы, не будет долго церемониться, может и послать, и все, что угодно. Опять же, никого не хочу обидеть, просто четко ставлю точки над «и». Если вы любите такую женщину, то вы должны понимать, что при всей ее любви она может вас хорошо, и, как говорится, ну, пустить на землю. Поэтому, так сказать, если вы любите львицу, помните, что она львица, а не кролик. И она может так же сам, как она вас любит, так же сам она вас и рявкнуть. Поэтому, в данной ситуации, как бы, ну, это если женщина. Если мужчина лев, то же самое, наоборот. Он может быть очень заботливый, он будет, там, буквально, там, внимателен, там, подарки может, там, очень дарить. Будет очень, ну, просто, как бы, ну, золотой человек. Но если что-то пойдет не так, он может очень агрессивно, мягко говоря, себя вести. Ну, то, что касается львов, мы уже сказали. И теперь у нас мы подходим к деве. Дева – это конец августа до конца сентября. Девы – это знаки такие, которые очень своеобразные. Деву можно сравнить с ребенком. Самое лучшее сравнение девы – это ребенок. Наивный ребенок. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Они воспринимают все, как дети, но они взрослые. О чем идет речь? Дева будет воспринимать все всерьез. У девы редко поставлен юмор. Они юмористы, но, как есть поговорка, что в каждой шутке есть доля правды, остальное – шутки. Так вот, дева именно так думает. Она во всем ищет смысл. И неважно, это мужчина или женщина, этот человек во всем ищет смысл. Очень любит развитие и все воспринимает всерьез. Если дева слышит какой-то отказ, значит это обида. Если дева слышит какие-то вещи, которые несправедливые, по ее мнению, значит это обида. Они воспринимаются очень близко к сердцу. И если только вы с девой будете себя вести очень пунктуально, серьезно, ответственно, вы будете ее уважать, ценить, то, соответственно, дева ответит тем же. Она как ребенок. Ты меня любишь? Люблю. И я тебя люблю. Ты меня не любишь? И я тебя не люблю. Дева – это зеркало. И опять же, они как дети. Поэтому, опять же, все зависит, как человек настроен. Если человек изначально настроен против вас, и он дева, то, соответственно, вы с ним ничего уже не сделаете. Это уже надо по ситуации смотреть. Но если просто мы говорим о деве, то дева – это как ребенок. Надо понимать, что если вы хотите хорошего отношения от девы, будьте с ними честны, искренне ведите себя с ними и не пытайтесь их обмануть. Девы – это самые лучшие стратегии, которые можно найти. Поэтому, если деву обозлить, она может сделать такую стратегию, которую никто, как говорится, не сможет сделать. Она сможет быть таким врагом, что вы такого себе и не представляли. То же самое, она может быть очень хорошим другом. Опять же, надо помнить, дева – она как ребенок. Ребенок любит ласку и внимание. Но если ребенка обижать, он может очень сильно обозлиться. Из-за того, что он ребенок, он не отдает себе отчета, что он творит. Так же самое дева. Если его обозлить или ее обозлить, эти люди не отдают себе отчета, что они творят. Поэтому с этими людьми надо быть очень осторожными, надо помнить, что они как дети и все воспринимают всерьез. То, что касается следующего знака. Следующий у нас на очереди – это весы. Весы приходят с конца сентября до конца октября. Весы – это люди, которые самые меркантильные в карте. Это циники, которые все взвешивают и делают все, как им надо. Этот человек без зазрения совести может вас кинуть и улыбнуться вам в лицо. Поэтому, опять же, никого не хочу обидеть, если вы весы, я не хочу вас обидеть. Но хочу вам сказать, что это чисто мои выводы, которые лично я сделал на своем опыте. Я не хочу, еще раз говорю, не хочу вас обидеть. Я это говорю не для того, чтобы вас обидеть. Я это говорю для того, чтобы поделиться своим опытом, чтобы другие люди, возможно, воспользовались этим и взяли это просто на заметку. И вам также было бы неплохо, немножко может себя где-то усовершенствовать и какие-то минусы, которые у вас есть. Это просто мнение со стороны, ни в коем случае, еще раз подчеркну, не хочу вас обидеть. Но это лично мое мнение. Весы – это люди циничные. Весы – это люди, которые умеют взвешивать. Весы умеют применяться в любой ситуации. И у них всегда работает в голове счетчик. Четкий расчет. Самые, как бы, большие циники в карте из всех знаков. И следующий у нас на очереди после весов приходит, конечно же, Скорпион. Скорпион приходит в конце октября до конца ноября. Скорпион – это самый лучший пиарщик, который может быть. Скорпион – это человек, который может вас вознести до небес. Это человек, который вам отвесит самые крутые комплименты. Это человек, который умеет ухаживать, как мужчина, так и женщина, на самом высоком уровне. Но это тот человек, который вас в итоге способен также и погубить. Так как Скорпион – это человек, который очень входит в доверие, благодаря своим всем этим качествам, которые у него есть. Он входит в доверие. И если что-то пойдет не так, как он бы хотел, он будет бить по самому больному. А это больное он уже изучил, где какие точки и на что надо давить. Так же самое, как он вас возвысит, так же самое он вас может разрушить. Поэтому, когда мы сталкиваемся с людьми Скорпионами, мы помним о том, что Скорпион очень красиво умеет говорить и действовать. Но так же самое красиво он это все повернет против вас. Поэтому будьте бдительны, когда вы начинаете с Скорпионом. Это люди, которые умеют создать просто невероятно крутой фурор и пафос, которые умеют вас возвысить. Но так же самое они умеют войти в доверие и вас растоптать. Поэтому помним. Опять же, если вы Скорпион, никаких как бы ничего личного, я просто делюсь своим опытом. И вам просто советую так же само помнить об этом, что возможно вы кого-то можете своими поступками обидеть. И эта обида как бы и будет вызвана тем непониманием, которое вы получите от того или иного человека. И после Скорпиона у нас крайний наш знак. Это, конечно же, Стрелец. Стрелец приходит в конце ноября и до конца декабря. Стрелец приходит в конце октября и до конца ноября. Секунду. Не-не-не, извиняюсь. Он приходит в конце ноября и до конца декабря. Потом в конце декабря начинается козырок. Итак, с конца ноября до конца декабря. Это у нас Стрелец. Ну что можно сказать о Стрелцах? Стрельцы это люди сильные и очень любят справедливость. Если вы со Стрельцом справедливы, это будет ваш лучший друг. Но если вы обидите Стрельца, он может хорошо вас за это наказать. Но суть заключается в том, что Стрелец очень много готов делать для вас, но он будет требовать взамен. Это не те люди, которые делают просто так. Если он сделает вам на копейку, он будет потом на две копейки уже требовать. Если я тебе что-то сделал, ты мне тоже должен сделать. Вот ты неблагодарный. Вот ты такой. Поэтому, опять же, ни в коем случае я это сказал не для того, чтобы вас обидеть или оскорбить, если вы Стрелец. Я это сказал для того, чтобы просто лишний раз подчеркнуть, что вы не делаете это просто так. Вы не в состоянии, не то, что вы не в состоянии, но вы считаете, если вы Стрелец, то вы считаете, что если вы что-то сделали, то вам должны взамен так же самое сделать. И вы правы. Но тут важно понять, что когда вы что-то делаете для кого-либо, то надо понимать, что действительно оно того стоит. Потому что есть люди неблагодарные, и есть ситуации такие, когда просто ситуация сложится так, что люди, так сказать, если вы неправильно изберете, для кого вы стараетесь и кого вы любите, то люди могут это просто не оценить. И поэтому, если вы Стрелец, то я хочу вам посоветовать, просто выбирайте хорошо для себя тех людей, которым вы можете доверять. Иначе вы будете стараться для них, а они будут вам просто, ну, вас, вами пренебрегать. Поэтому, опять же, любой знак, например, любой знак в зодиаке, любому человеку приятно, когда ему там скажут спасибо и все такое. Дева, например, если ей не скажут спасибо, примет это как обиду, потому что она все принимает, как я говорю, как ребенок всерьез. Скорпион может вообще как бы растоптать. Там лев хорошо, как говорится, рявкнет на вас, если не больше и так далее. Но именно Стрелец это тот знак, который самый справедливый в карте. Если Стрельцу, как говорится, со Стрельцом вести себя по-честному, то, как правило, Стрелец не подведет. Вот об этом суть. Вы должны понимать, что если Стрелец борется для вас, и вы ему верны, это, как правило, не всегда, но, как правило, это будет надежный друг, который вас не предаст. Но будет требовать от вас действительно того же, а то и более, что он делает для вас. Это был небольшой обзор, я поделился своим мнением. Мое имя Евгений Погребежский. До новых встреч.